В прошлом году в Анапе работало 340 зарегистрированных аттракционов из 399 выявленных. По результатам проверок при участии полиции было составлено более 100 протоколов в отношении лиц, оказывающих услуги без необходимых документов. Нарушителей штрафовали, деятельность аттракционов приостанавливали по решению суда. В этом году работа по выявлению нелегальных развлекательных объектов продолжится. Наша общая задача – организовать безопасный, интересный отдых на территории нашего курорта. Для этого необходимо немного собрать нужный пакет документов, подать его в администрацию муниципального образования, если у кого-то есть вопросы, всегда можно обратиться за разъяснениями в управление гражданской обороны и защиты населения. Особое внимание будет уделено пляжам. Это вопрос не только наведения порядка, но и безопасности отдыха. Договором благоустройства не предусмотрено размещение аттракционной техники. Позиция главы сейчас и наша в том числе не изменилась с того года. Все, что касается размещения аттракционов, будет наказываться путем расторжения договора. С этого года вступают в силу новые правила регистрации аттракционов и эксплуатации оборудования. Они были подробно разъяснены предпринимателям. Помимо этого договорились и о взаимодействии с надзорным органом. Это в общих интересах. Три раза я в Анапе встречался, что именно заезжали. Они заезжали вообще не согласовывали ни с кем. Ни с хозяином земельного участка, это было на пляжной территории санатория. То есть ни с кем не с кем. Представьте, не до Богу, там что-то бы случилось негативное. Какая бы организация первая попала бы под проверку? Естественно, весь санаторий. То есть видите соседа, знаете его это хорошо, видите залетного гастролера, подавайте сигнал. Вам будет легче, вам будет проще. Большое количество отдыхающих ждут уже на эти первомайские праздники. Так что у предпринимателей, которые еще не оформили все документы, времени осталось немного. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Продолжение следует...